Светлана Ивановна, мы уже касались темы того, что сейчас молодежь любит на телефоне снимать все, что можно, но тем не менее есть и та молодежь, которая выбирает для себя документальное кино. Конечно, они не мечтают поступить во ВГИК на документалистику, но есть у нас в Ивановской области и студии, которые уже делают какие-то короткометражные игровые фильмы и даже на конкурсы идут. А есть ребята, которые начинают только осаивать путь документалиста, снимают ролики о родном крае. Сейчас в период пандемии очень много появилось конкурсов, на которые эти ролики можно выставить. Что бы вы пожелали какой-то, может быть, маленький секрет успеха начинающим документалистам? Снимайте то, чем было бы интересно поделиться. И в связи с чем у вас родилась бы какая-то история. Додумайте свой сюжет. Распишитесь на... Вот вы сняли материал, да, сняли все, что... Да, не бойтесь ракурсов, потому что когда вы держите только на уровне своего взгляда, это одно. Если вы работаете с камерой, камера, если это какой-то объект, к которому можно подойти не с одной стороны, можно заглянуть с разных сторон, можно снизу на него посмотреть, можно сверху, с какой-то верхней точки. Вот. Чем больше ракурсов, тем интереснее, может быть, какой-то свой необычный взгляд. Ну, сейчас бывают такие энтузиасты, они лежат и снимают снизу. Вот такое тоже может быть. А люди сверху танцуют, например. Ну, интересно, я согласна. Или через стекло снизу снимают. Тоже интересно. А вот, но самое главное, я бы советовала так, написать свою маленькую историю, что ты снимал. Напиши свою маленькую историю. И не просто кусок видео, а вот прикольно было вот там-то, а чтобы это было связано от начала до конца. Если ты можешь связать одной картинкой, выстроить так, снятое тобою, что на одной картинке, я имею в виду, не применяя там звук или какую-то историю, то покажи, как в немом кино, покажи свою историю без звука. Если ты можешь рассказать закадровым текстом свою историю, запиши ее сначала, потом прочти ее. Но прочти так, не как диктор, может быть, рассказывает, а как просто рассказывает человек. Если ты сможешь подложить музыку, подложи музыку. Но выстроить тебе будет легче. Сделай звуковую дорожку. Она у тебя, допустим, будет занимать там 5-7 минут. И ты на эту звуковую дорожку уже по этому размеру будешь подставлять свою картинку. И картинку ты будешь выкладывать соответственно звучащему либо тексту, либо музыке, либо тому и другому. Вот это, наверное, самый простейший ход для того, как может получиться история. Но история может получиться у каждого своя. Даже если будут люди снимать одну и ту же картинку, один и тот же вид или одних и тех же людей, у каждого человека будет своя история, свой авторский взгляд. Вот в этом и режиссура, вот в этом и операторство, вот в этом и документальное кино. Вот, мне кажется, это залог успеха. Если думать сразу об успехе, ну, лучше не снимать. Моя звезда всегда со мной. Моя звезда горит внутри и говорит мне, подожди, постой чуть-чуть, еще немного. Нам предстоит неблизкая дорога. 28 апреля в 22.30 в московском времени мы достигли полюса. Поставили палатку и дрейф опять нас начал отодвигать назад, на юго-запад. Мы лежали в палатке, которую сотрясал бешеный ветер. Собаки свернулись комочками, отдыхали. И еще почти двое суток вертолет не мог к нам прилететь. Попадание в точку полюса не было ярко выражено и не сопровождалось какими-то эмоциями. Не было слез умиления, счастья не было. Хотя последние, я не знаю, 30 лет я всегда вот этот момент предвосхищал и думал, когда представлял себе, вот как мы дойдем до полюса и что будет там, какая радость там будет. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы дошли до полюса, и наша дорога идет дальше. И мы должны оставить тем, кто идет вслед за нами, оставить наработанный нами опыт, духовный в первую очередь. И поэтому было естественно привезти упряжку северного полюса в Россию и отдать ее в Ковалевский детский дом ребятам, чтобы они имели возможность тоже совершать такие путешествия, как-то стремиться к большим путешествиям. То есть мы как бы их заманиваем на свою тропу, пройденную нами, но у них, может быть, и будет своя дорога, конечно. Есть собеседники, с которыми не хочется расставаться. Вы, Светлана Ивановна, один из таких людей творческих. Мне очень хочется пожелать вам дальнейших творческих успехов. В нынешнее и нелегкое время, конечно, огромного здоровья. Спасибо вам большое за эту встречу. Но я думаю, что в конечном итоге Областной методический центр культуры и творчества логичным продолжением нашей встречи продумает какую-либо акцию видеороликов, посвященных экологической теме. Я думаю, что Светлана Ивановна с удовольствием поддержит этот проект и, может быть, даже станет членом жюри этого конкурса. Будем дружить! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!